всем привет меня зовут михаил салаев проект по видеомаркетингу на виду и сегодня расскажу стоит ли себя проще и естественней держать в кадре и стоит ли вообще тратить огромные деньги на продакшн или можно снимать просто все на мобильный телефон и в конце немножечко о видео 360 градусов и технологии vr это последние три тренда из нашей серии видеороликов 9 трендов видеомаркетинга погнали простота честно говоря это не тренд а скорее тенденция мы не знали как ее правильно называется мы думали называть правдивость или непосредственность ну да есть такая тенденция что сейчас часто более простые незамороченные сняты с трясущихся рук с мобильника ролики заходят гораздо лучше даже с точки зрения рекламы бизнеса например в производстве и если брать видео обзоры если человек в кадре настоящий эксперт который не профессионал то есть не журналист профессионально говорящий идеально а тут то немножечко гортавит немножечко ошибается то этому человеку больше доверия и и статистика на таких роликах немного более неэффективны пример компании дженнис маркетинг я их постоянно вам рекламирую лицо компании лезь тимофеев я их смотрел какой-то вебинар и значит вдруг при рекламе стрим перед роликом прерол в ю тубе я вижу стоит лезь вот так вот прижался значит в проеме двери так просто оперся и говорит что о здорово ты у нас привет ты у нас смотрел такой-то вебинар значит тебе была интересна эта тема если хочешь вообще развиваться в этом направлении мы можем еще вам показать интересный ролик поэтому если интересно там жми на кнопку вот подробнее узнаю об этой тематике но он тут еще не продавал как бы следующий этап продаж но это так классно то есть я во-первых с удовольствием досмотрел прерол до конца ему не проматывал потому что немножечко выбивает из обычной рекламы которые в преролах показывают и это персонализация мне лично упомянул что я уже смотрел и это здорово но стоит заметить что простота это не значит что нужно забить на подготовку что не нужно продумывать текст структуру ролика что снимать что попало не задумываясь о монтаже это должна быть скорее имитация простоты чтобы она была ближе к пользователю но все равно она должна быть просчитаны и продуманная тут скорее речь идет о том что человеку человек доверяет обычно такому же как он и сарафанному радио таких людей это значит мы должны быть ближе к вашему пользователю потенциальному клиенту с точки зрения одеваться как он быть такой же обстановке скорее как он чтобы тот узнавал вас своего человека и говорить собственно просто так говорить проще без каких-то там не знаю клише рекламного текста это опять же ближе к человеку именно поэтому это хорошо работает так что пользуйтесь простотой но все равно ее продумывайте такой стиль работает не во всех нишах если взять vip сегмент там ни в коем случае такое делать не следует но этим стоит пользоваться еще один вывод что чтобы начать использовать видео если вам уже есть что сказать если вы уже в чем-то разбираетесь если у вас а это есть часто задаваемые вопросы ваших клиентов вы уже можете записать видеоролики как ответы на них и использовать их в своем маркетинге делайте проще начинайте с простого ничего страшного в этом нет 360 градусов и VR вообще видеосъемка 360 градусов уже просто захватила рынок огромная конкуренция огромная масса различных видеокамер и ригов для съемки 360 но я замечаю что бизнес не так часто пользуется этим инструментом таким контентом и в том числе не вижу это на youtube а так на самом деле у вас какое-то мероприятие не знаю показ мод гонки мы поставили три камеру 360 а еще лучше запустили прямой эфир и увеличили гораздо охват тех кому было бы интересно посмотреть что же происходит на данном мероприятии кроме того 360 позволяет взаимодействовать видео где пользователь выбирает куда вообще смотреть это интересно это выбивает немножечко из обыденности а то что не обыденно то лучше воспринимается замечается потенциальным клиентом и замечается ваша компания также можно можно 360 повесить в вашем офисе и сделать прямой эфир на сайт что вы не стесняетесь вход в ваш офис с жизнью в реальном времени и можно посмотреть обзор и это все здорово а что касается различных гостиниц всяких спорткомплексов там где показать свой интерьер можно это тоже здорово а представляете к вам би ту би к вам приезжает какой-то потенциальный клиент крутой а у вас производство своего и вы можете показать видеоролик 360 ему где обзором с разных точек покажите как выглядит вот эти вот ваши машины как происходит вообще все на них вир или виртуальная реальность ну если просто это мы одеваем когда очки и поворачивать стороны как раз на 360 градусов видим какой-то виртуальный мир другой можем с ним как-то взаимодействовать и надо задуматься как мы это можем применять в своем бизнесе как раз потенциальному клиенту можно показывать по производству не просто 360 а одеть ему очки это будет просто эффект вау где эффект вау это запоминаемость это сарафанка это больше шансов что клиент обратить на ваше внимание обратиться к вам особенно если это производство которое он увидел ему понравилось и здесь не буду давать определенных рецептов изучайте и смотрите как вы можете эту технологию внедрять в свою компанию итак теперь вы узнали о 9 трендах видеомаркетинга теперь вы знаете какие инструменты возможно использовать в ближайшие несколько лет и опережать ваших конкурентов удачи с вашими проектами и бизнесами если было интересно оставляйте комментарии хотите видеть подобные ролики подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы приходило к вам уведомления с вами был михаил салаев проект по видеомаркетингу и будьте на виду